Хелло, ребят! Сегодня поговорим о словообразовании в ЕГЭ по английскому языку. Довольно часто запрашиваемая тема, в первую очередь моими учениками. Они всегда просят, ну, Марина, ну когда мы будем разбирать тему словообразования? Ну когда? При том, что мы проходим её регулярно, но словообразование я всегда даю частями. Ну вот, касательно ЕГЭ, хочу сразу сказать, что речь сегодня пойдёт о префиксах, приставках, да, существительных и глаголов. Сегодня разберём часть из них, материал довольно объёмный, и проходить его вот просто списком слов не имеет смысла. Почему? Я вот объясню. Всё дело в том, что список слов довольно обширный, и главное, что правил здесь гораздо меньше, чем исключений. То есть я добавлю к этому видео таблицу по словообразованию, чтобы вы убедились в том, что как бы ну так оно и есть. И, конечно, вы можете учить списком эти слова, вот, заучивать, заучивать, заучивать их, но в этом нет смысла, нет смысла учить лексику без контекста, без привязки к какому-то топику. Поэтому словообразование я даю, соответственно, в контексте какого-то лексического топика. Это самый разумный и эффективный способ изучения словообразования. Но сегодня в этом видео мне хотелось бы рассказать и дать информацию такую максимально логичную, и понятную, чтобы вы её тоже могли усвоить в рамках этого небольшого видео. Поговорим сегодня о префиксах re, des, emis. Для существительных и глаголов расскажу, когда мы их добавляем. И, в общем-то, приведу примеры. А также вы сможете скачать таблицу, она будет в описании к этому видео. Пользуйтесь на здоровье, готовьте к ЕГЭ, получается 100 баллов. Погнали! Начну с того, где мы встречаем тему словообразования в ЕГЭ по английскому языку. Это задание 24-29. Word formation. И там мы как раз-таки должны преобразовывать слова, менять часть речи. Но иногда такое бывает, что слово кажется, что не должно быть изменено. Кажется, что оно прекрасно подходит в пропуске. Но именно вот когда есть ощущение, что слово идеально подходит, это значит, что здесь нам нужно воспользоваться словообразованием. Скорее всего, нужно будет добавить отрезательный префикс. Ну, к примеру, есть слово believe, а по контексту очевидно, что речь о том, что кто-то во что-то не верит, так сказать. Disbelieve. There is a disbelief. Или to prove, кто-то одобряет, кажется, у нас есть глагол, который прекрасно подходит нам в задании. И кажется, что ой, как классно, как мне повезло, не надо менять это слово. Но в действительности окажется, что там будет disapprove, не одобрять что-то, потому что контекст нам об этом подсказывает. Поэтому прежде чем сделать вывод о том, как нужно менять слово, какой префикс или суффикс нужно добавлять в контексте задания ЕГЭ, вот именно словообразование, внимательно вчитывайтесь в контекст. То есть контекст — это просто текст. Смысл? Что там вообще? О чем? Про что? Какая тема? Так что начнем. Сегодня речь идет о префиксах re, dis и miss для глаголов и существительных. Начну с префикса re. Он может добавляться к глаголу, либо существительному, когда речь идет о переделывании чего-то, о делании чего-то снова. Когда мы что-то использовали, и сейчас хотим это использовать снова. We can reuse this bottle to use. Использовать, добавляя префикс re, мы даем этому слову значение пере, или сделать что-то снова. По сути, к глаголу можем к любому добавлять префикс re, если мы как раз-таки подразумеваем переделать что-то, к любому глаголу действия. To read, to re-read this book. Читать, перечитать эту книгу. Хотел бы вновь ее прочитать. To build, строить, and we can rebuild a house. Перестроить, например, дом. Заново его построить. Это не очень хорошо, построили его. Или начать снова. To start, to restart. Здесь я прикрепляю список тех глаголов, которые чаще всего встречаются в ЕГЭ. Посмотрите, пожалуйста. И напомню, что есть таблица, которую вы можете скачать. И, в общем-то, туда записать перевод тех слов, которые вы не знаете. Но главное, что суть ясна. Префикс re может добавляться к существительным и глаголам в английском языке, для того, чтобы добавить значение переделывания чего-либо. Переводим к следующему префиксу. Префикс dis имеет отрицательное значение. Он добавляет отрицательное значение слову, глаголу или существительному. То есть буквально противоположное. К примеру, to approve, одобрять что-либо. To disapprove, не одобрять что-либо. Здесь прикрепляю список слов, которые чаще всего встречаются в ЕГЭ. И напомню, что можете скачать таблицу в описании к этому видео. И еще один префикс, о котором мне хотелось бы сегодня рассказать, также используется для глаголов и существительных префикс miss. Но не путайте его с dis. Почему? Потому что он имеет несколько другое значение. Miss добавляет к слову значение неправильно сделать что-то. То есть это не что-то противоположное, как to approve, to disapprove. Это как-то не так, неправильно. Например, to understand, to misunderstand. То есть понимать и как-то неправильно понимать. So there is misunderstanding, недопонимание между людьми может возникнуть. To behave, to misbehave. Вести себя как-то нормально, подобающим образом. А misbehave значит вести себя не так, как надо, плохо. Interpretation, интерпретация. Misinterpretation. Неправильная какая-то интерпретация или передача информации. Здесь прикрепляю список слов существительных и глаголов, которые чаще всего встречаются в ЕГЭ с префиксом miss. Напомню, что полезная таблица с префиксами по теме словообразования прикрепляю по ссылке в описании к этому видео. Обязательно воспользуйтесь этой опцией, скачайте, смотрите, переводите перед экзаменом. Это особенно полезно повторить, что-то вспомнить. Но моя рекомендация следующая. Подпишите, пожалуйста, примеры к каждому слову. Так они запомнятся гораздо лучше. А я всех жду у себя на занятиях. Сейчас стартуют крутейшие марафоны по подготовке к ЕГЭ по английскому языку. Где мы каждый день решаем задание ЕГЭ, и вы получаете проверку, разделов письмо и говорение. А к тестовой части вы получаете классные комментарии и моментально разбираетесь со своими ошибками. Это то, что нужно абсолютно каждому ученику, который сдает ЕГЭ в этом году марафоны. Чтобы узнать подробнее о том, как записаться ко мне на обучение, как записаться на марафоны, что это за марафоны, проходите, пожалуйста, по ссылке в описании к этому видео. Всех вас жду у себя на занятиях. Желаю вам 100 баллов за ЕГЭ и разобраться с темой словообразования.